здравствуйте с вами александр екатерина наше великолепное утро в нашем саду солнышко тут управляется виноградик гоняет мы все надеялись что он получится что-нибудь сортовое птички принесли но он такой синенький в общем может на большую землю отвезем сейчас она обкарнает по максимуму оставить там по кисточке вот такие у нас питомнички солнышко заложило и вы поливает замультировали отработанными грибными локами вот такая вот красота потихонечку растет окореняется тут ковром зашел гибискус от рамазана канала green наверно будет у нас зимовать в открытом грунте я замультирую по максимуму чтобы докрою у нас пройдет такая естественная селекция вымерзаемость кто там что лучше все это дело выдержит греется на солнышке да сейчас прогреюсь и полечу прогреюсь и полечу вот такая красавица идем дальше полина там гремит кастрюлями управляется на кухне а здесь что солнышко укроп да сходит а это полина укроп сажала да умничка девочка какой красивый укропчик будет скоро шапочкой и реку а вот она репка да ну ладно здесь у нас были чок свеколка да а здесь здесь похоже салатик это все спали на тогда садили ну и оставшиеся у нас единственная по волне вот этот пока спряталась надо бегом ждать чтобы этот салат зарос и она в таком зелени спряталась там было что и подергать ассортимент из каких из 35 штук поэтому большие числа большие числа диверсификация рисков по разным местам бархат амурский вот я его освободил немножко и стала силы набирать листочки он даже обогревели немножко а то трещины были земле прям серьезные трещины не из-за этого поливать стали побольше вот тут кругом мульча солнышко кассиво и тоже солнышко управлялась мульчировался отработанными боками это мой был когда-то череночник но потом он потихоньку рассыпался я туда насыпал орехов как раз вот с этого ореха возможно вот этот саженец это тоже он и есть невозможно 100 процентов я сюда только хорошие лики бросал также тут войлочная вишня спрятана вот она вот она войлочная вишня еще надо сюда как не залезть тут и подсолнухи видать с мультипа вылазить из нички их подъедают бонди пришел боня хороший мальчик хороший мальчик бузинка родила у нас на днях четверых хотя так что если кому надо обращайтесь ой а кто это у нас тут голожопит так голожопик в кадр не попадает вот такая красота контейнеровал тоже на днях два дня контейнеровал до темна и следующий день тополя из стаканчиков перевали уже в трехлитровые контейнеры добавил побольше этих же семечек с отработанных блоков гранат вообще не убиваемая такая культура он и в стаканчиках рос вот в этих бутылках его практически того не поливал в той части участка вот привез сюда до общей кучки чтобы было полегче за ними ухаживать потому что полив уже отнимает очень много времени с утра пока пробежался вот такой леечка да все полил вот такой леечка все полил хороший 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 мальчик вот такие вот катальпочки красивые это все готовлюсь к озеленение фестиваля тос который пройдет у нас 4 сентября в парке каялов гор эко-парк мы там принимаем активное участие вообще стараемся принимать активное участие что ты бы не на улицу пошел бы не пошел на улицу до такой ныль закрывал чтобы не ходили аккуратненько дырочку проделывали вот так вот беспалево ныря тут у нас сумма холенироги тоже пошел прирост и да сейчас осенний прирост и пошли прирост и прирост вот такие вот сочные листочки форзится он уже тут начало плестись вдоль забора это скорее всего от монолиоза подсохла жималась генри а тут рядом вот веточка цветет так что не так страшен черт какого малюй ну высохла пару веточек ну и что ну тоже надо распространяться это такая паутинка камера наверное не увидит горшочки контейнер очки здесь у нас поле а это вот я тут сидел как раз контейнировал вот они отработаны стаканчики контейнеры мешал насыпал вот этим вот совочка потихоньку потихоньку вообще практически одна семечка но зато контейнер легкие дышащий а поливать конечно надо чаще по поводу питания надо навозе присутствие так что питание думаю тоже вполне хватает так сидела как раствор подмешивал земли не хватало подносил еще да это все тоже как раствор подмешиваешь вот она и земель очка пошла и песочек старые ящики высыпал как раз разборку делал там потом части дома вот надо все это дело от разобрать чтобы туда намного больше объем помещался вот он наш питомничек поливается делаем влагозарядку его в открытом грунте вообще разрослась его конечно уж в открытый грунт контейнера бы она мучилась или на конечно идеального суда для полива но открытый грунт лучше открытого грунта конечно не придумаешь зато контейнер можно садить потом круглое лето семечки подсолнух наливается да и павловни тоже радует вот такие стволики давайте чуть поближе подойдем тоже виноградик выбирающий паровоз выходящий насадили жимовость уже по весне понакупил аж чуть ли не полтора десятка только в середине лета посадили ну ничего посадили же посадили красота на полвовне любуйся они при вообще радует вчера еще в городе как увидел эти растущие по волну больше десяти штук то ли 11 там уже сбился со счета я очень конечно обрадовался они уже такие стволики с коричневым оттенком у них не так много азота в ихнем питании как у меня я тут цеплю тут не жалею он у меня кочерыжка кукурузного солнышко травбой кошеного жила и утки тут у нас гуляют и связнички и очень по полной программе жизнь кипит мы пойдемте еще покажу уличные половни и будем закругляться тоже они растут не по дням и по часам вот такая красота уже высотой почти слазит вот это катальпа уже на года три растет если не как на этом слуха вот и сегодня это мы выделиваю параллельчик полил некому хозяйства ничего зачем успеваю то более менее растет атака красота же рост надо почти слазик не не знаю сейчас солнышко закруглюсь на еду бискус и семян видно что у него более длинный лист не тот как у меня мы посмотрим тоже будет интересно мне нравится этот селекционный труд работами правильно это сидела называть такая красота листьев это просто-то просто балдеж нягенький а стволик такой мягкий разбалдею когда его пробую на 8 сейчас не такой до этого бы очень мягче это где-то внешне по основанию ну вот уже с полтора пальца ту дальние мерил три сантиметра в диаметре была сейчас пойдем посмотрим и дальние веточки вот которые были обрезаны он они подпадали листики вот этот пока еще не падают этот подачу крепко держится я думаю соли него тоже пойдет и тогда остается вот такой ровный гладкий он тогда хорошо зарастает если же выломать остаются раны очень-то не нужно вот высказать вот он аккуратненько листик отломился если а он потом сам вот так вот отгнивает и отпадает работа здесь вот эту красоту ну уже вымахала почти сна ростом вот мы с ним в обнимочку сказали цветовом снизу пару черенков я уже за членковал кстати забыл их показать сегодня сюда ли их 10 влил воды вот она также о чем я говорю аккуратненько вот она отпадает и засыхает интересно как будет вот с этими происходить с черенками который играл вот такой толстенький хорошенький очень три сантиметра тут есть мне тоже нравится раньше смотрела не буду так вот кулаком те кто выращивают у меня уже что-то можно кулаком взять а у меня так более-менее пошатал покачал ее на парусность да ну так более-менее упруга я очень рад этой красоте рад что она появляется в городском озеленение кстати да вчерашний ролик про волни в городском озеленение по статистике прям очень-очень зашел много отзывов комментариях я рад этому делу стерилизации мечты сбываются бойся желание свои сбудется тут наша клумбочка здесь тоже уже не один год актинидия растет уже не помню кажется мужская и было тоже пять штук брала с бобяковского питомника а вот это вот гибискусы погибли с того же питомника по 500 рублей которые брал а семена в эти были вот из семян их несколько штук проросло восемь но осенние погибли были слишком маленькие вот он повеснил такой вылез ты думаю может он как раз выбери вырастет наберет силы все у него будет хорошо чайная как-то там чайный назывался мистинан кто его значит на семена здесь простые астрочки а здесь глядите я трех колючковая везде семена осыпая на заднем плане тис репанденс тис репанденс это раскидистый кустарником растет красота вот она такой вот тис вот оно основание вот они его веточки не пахнет ничем там в саду ягоды наливаются от тиса фастигиаты это на сакебия бешеный банан никак если до ума не доведу не сделали на ли нормальную шпалеру тот старый столбик он завалил и прирастил чтобы разделить чтобы было множество отводка как ли она по земле пустил может надеюсь таким образом а потом раскопаю буду меня много-много саженцев этого дела вот она растет на камнем придавлено папоротники видела цветет второй раз очень красиво бинго белоба красавец ему каждый раз достается ему там повреждение в этом году ему тоже центральную ветку сломали не знаю кто коты не коты и вот он тут размножился ну посмотрим что из этого выйдет надо конечно формировать ствол лидер вот такая красота даже цвести собралась или что это такое да что-то в бутончиках забыл как называется тоже с бобяковского питомника привез вороныш я очень рад мне интересует ветки исчезающих а то вчера мамина сестра тетка только по этой черной смородины и до этого давал там родственница очень ей понравилось хорошая красивая вкусно вот и не виды блин вечер про смородине сильно не заморачивая даже бывает и продать легче чем всякую такую экзотику которые сам название будем заниматься конечно же и смородины всем потихоньку больше всего